Пятый канал представляет Вера, в чем дело? Ты где опять шлялась? Почему отключила телефон? Пап, напомню, если ты забыл, мне уже восемнадцать, имею право на частную жизнь. Какая к чертям частная жизнь? Ты почему в таком виде? Ты что, пьяная? Друзей нет. Папуль, я скоро тебя покину и не буду от тебя зависеть ни материально, ни тем более морально. Поверь, мораль мне мог бы читать кто угодно, но только не ты. Как ты смеешь так с отцом разговаривать? Все, я иду спать. Хорошо, Георгий Федорович. Я поняла, постараюсь. До свидания. Привет, Тань. Че стоишь, кого ждешь? Вообще-то тебя жду. Ага. Мне звонил твой отец. Просил на тебя повлиять. Давай, влияй. Лера, что происходит? Мы же были подругами. Ключевое слово «были». Нет, ключевое слово «почему ты отдавилась». Тань, ты можешь представить, что твой отец негодяй? Что? Нет, у меня не такое больное воображение. А у меня все вот так. На самом деле, моя мама умерла не от инсульта, как писали. Она села пьяная за руль и разбилась. Ужас какой. А самое ужасное, что это мой папа довел ее до такого своими изменами. Я тебе сочувствую, но я же в этом не виновата. Просто у меня появились новые подруги. Девушки, извините, пожалуйста, вы мне не поможете? Я паспорт забыла, а мне без него алкоголь не продают. Ну что, поможем? Ну, поможем, поможем. Но алкоголь-то не выход. А вот мы помочь можем. Меня Яна зовут, это Ника. А тебя как? Лера. Очень приятно, Лера. Ну что, пойдешь с нами? Расскажешь, что спряталось. Ты выложила сокровенное первым встречным? Ну, они такие классные, взрослые уже. И какой же выход они тебе предложили? Вступить в их тайный клуб для девушек в СЖС. Девушек в чем? В сложной жизненной ситуации. Но для этого нужно было пройти испытание. Идет. Поняла. Давай. Ты что, затурела? Ты что, затурела? Ну давай, бежим, бежим! Скорее! Первое испытание. Нужно вступить в драку с прохожим. Я прошла. Сегодня вечером в одной заброшке состоится решающее второе. И что это за испытание? Приедет их опытный боец, Олеся. Если я продержусь против нее хотя бы пять минут, меня примут в клуб. Это полный трешак. Сдашь меня моему папуле? Я в отличие от тебя помню, что значит дружба. Я тебя не предам. Но на твое испытание поеду вместе с тобой. Но мне сказали, что никого приводить с собой нельзя. Ничего, я найду где спрятаться. Олесь, в порядке какая-то бледная? Нормально. К схватке готова. Тогда начинайте. Лера, ты бьешь первый. Меня ж только Марик укусил. Походу, все откинулось. Лера, ты что натворила? Ты ее убила! Я ничего не сделала. Я к ней едва прикоснулась. Что у нас здесь творится? Ты кто такая? У меня папа начальник убойного отдела Петровского РВД. А у меня папа Римский. Ага, посмотрим. Дай сюда. Лера! Лера! Быстрее! Ты что сделала? Ну и что у вас? Папа, мы обзвонили уже всех Таниных подруг. Там только телефон Леры недоступен. Короче, никто не знает, где Таня. Ну, это же ни в какие ворот не лезет. Вот где Таня? Где Таня? И почему она телефон выключила? Так, хватит. Хватит паники. Может быть, у Тани телефон разрядился? Оля, телефонная зарядка сейчас есть в каждом кафе. В каждом... В метро. Да, Володя? Определил геолокацию. А Паша? Хорошо, пусть ждет меня внизу. Все, выбегаю. Ну, так-то где-то здесь. И какого черта Таня сюда приехала? А черт его знает, что у молодежи ничего в голове. Ну, пойдем посмотрим. Да уж стоять не будем. Ну, и что? Может, Кузя напортачил? Ну, нет же здесь никого. Есть такая добрая традиция, Кузя не ошибается. А два часа назад Таня телефон давала сигнал отсюда. Таня? Это Таня? Посмотри. Борисыч, это не Таня. А где Таня? Тихо ты! Не топчись. Шаг назад. Видишь следы получения? Если даже Таня была здесь. Если даже она была здесь. Ее здесь нет. То есть, ее могли унести. Ну, ты как? Нормально. Что по экспертизе, Паш? Предположительно, рана на затылке жертвы нанесена кастетом. Причем смерть наступила не сразу, минут через десять-пятнадцать после удара. Так а как такое может быть? Очень просто. Образовалась гематома. Она увеличивалась до тех пор, пока не произошло кровоизлияние в мозг. То есть, мы можем предположить, что девушку ударили до того, как она пришла в здание. Тимур, прийдите, пожалуйста, воды. Ага. Я мигом. Время смерти? Около восьми часов вечера. Это тогда, когда у Тани отключился телефон. Ни алкоголя, ни психотропных веществ, ни наркотиков в крови жертвы не обнаружено. А личность убитой установили? Да, установил, Андрей Борисович. Во время убийства в заброшенном здании, кроме телефона Тани, в сети регистрировались еще два номера. И один из них принадлежит убитой. Вот она. Николаева Олеся Тимофеевна. Ей восемнадцать лет. Она студентка Санкт-Петербургского колледжа мобильной связи. Переехала из Выборг и проживала в общежитии. Соцсетями не пользовалась, поэтому никакой информации по ней нет. Андрей Борисович, а Таня не знала Олесю? Вы не в курсе? Я среди знакомых Тани эту девушку ни разу не видел. Поэтому была ли Таня знакома с ней, утверждать не могу. А что там по следам на земле? Натоптанно там порядочно. Обнаружили следы пяти различных пар обуви, плюс следы влачения двух тел. Значит, в здании как минимум было еще два человека, возможно, которые как раз эти тела и уволокли. И либо при них не было телефонов, что, конечно, вряд ли, либо они их заранее отключили. Тогда у нас планированное преступление. Угу. А второй зарегистрированный телефон кому принадлежит? Студентке Санкт-Петербургского экономического колледжа. Мельникова Валерия Георгиевна ей тоже 18 лет. И со вчерашнего вечера местоположение ее телефона также не определяется. Спасибо, Тимур. А вот Леру я знаю. Она к Тане в гости приходила. Так, так что же получается? Мы можем однозначно сказать, что убийство Олеси и исчезновение девчонок взаимосвязаны? Ну, по крайней мере, мы можем с уверенностью утверждать, что эти события произошли примерно в одно время в одном и том же месте. Правда, есть один непонятный нюанс. Какой нюанс, Володя? Андрей Борисович, я проверил звонки вашей Тане и... Ну, в общем, оказалось, что вчера утром ей зачем-то звонил отец Леры Мельников Георгий Федорович. Ему 50 лет, он вдовец, состоятельный бизнесмен, владелец станкостроительной фирмы «Бенч». Борисович, ну давай я поеду пообщаясь с этим Георгием. Да нет, Паша. Вместе съездим. Я хочу лично узнать у этого Мельникова, зачем Татьяне звонил. Да не кипятиться ты, Борисович, а? Да как не кипятиться? Делаю, это не поможет, сам понимаешь. Да? Здравствуйте, господа. Извините, что вас с тобой уже знаете, такая работа. Здравствуйте. Здравствуйте. Такая работа у вас дочь пропала. Так-то это не важнее работа, нет? Да, Лера мне пришла ночевать. Такое же дважды случалось. Пропадала, отключала телефон, появлялась. А что, Лера что-то натворила? Я... Дело в том, что с вашей Лерой пропала моя дочь Таня. Так вы отец Тани? Отец. Что же вы с вами не сказали? Вы вчера утром звонили Тане. Где вы взяли ее номер? И зачем вы звонили? Однажды я вынудил дочь, дает мне контакт ее близкий подруг. Так, на всякий случай. Таня была первой в списке. Понимаете, не так давно умерла моя жена, Лера почему-то обвиняла в этом меня. Стала совершенно неуправляемой. Я хотел, чтобы Таня с ней поговорила. Как? Более всего, как? Да. Среди подруг вашей дочери была такая девушка. Олеся Николаева, студентка колледжа мобильной связи. Пропадает дочь Голованова Таня, и Голованов организует ее поиски. В заброшенном здании, где в последний раз фиксировался телефон Тани и ее сокурсницы Леры Мельниковой, находят труп студентки колледжа мобильной связи Олеси Николаевой, о которой ни Голованов, ни отец Леры Георгий от своих дочерей никогда не слышали. Ну что, так и будем тихо сидеть, носом дышать? Или начнем версии предлагать? Ну, я не знаю. В этих заброшенках всякое бывает. Ну, квест, например. Да, драки там, разборки. Точно. А что, если Таня и Лера, ну, решили разобраться с Олесей, так сказать, поговорить вот в этой заброшке? Ну, нечаянно. Так получилось. Ну, убили. А сейчас испугались, не скрываются. Тимур, ты в своем уме? Что ты такое говоришь-то? Не могла Таня никого убить. Ясно тебе? Не могла! Тимур, обнаружены следы волочения. Я думаю, что, скорее всего, они просто стали свидетельницами убийства. Так я же не знал. Ну, надо знать надо. Вот именно. Вопрос, куда их уволокли. Почему в таком случае убийца не избавился от тела? Кузя, у тебя что-нибудь есть? Да нет, пока ничего нет. Но я отсматриваю абсолютно все со всех камер, которые находятся неподалеку от места убийства. Но это процесс небыстрый. В общем, ясно, что у нас ничего нет. Значит, Антон и Тимур, езжайте в этот колледж мобильной связи и узнайте все, что известно об Олесе. Семинар по фазированию антенных и решеток. Завтра 18.00. Не опаздывать. Эльвира. Здравствуйте. Капитан Бубнов, Петровская рода. Слышите на ответов. Скажите, а вы наставник группы, в которой числятся Олеся Николаева? Да. А с ней что-то случилось? Да. К сожалению, она убита. Как убита? Ну, мы сейчас это выясняем. Вы можете что-то рассказать о ней? Ну, девушка способная, но со своими сложностями. Из неблагополучной семьи. Ну, и с любовью ей не сильно повезло. Роман, ты что творишь? Все, все. Мы с этим процессом закончим. Я немедленно подаю рапорт о твоем отчислении. Да, пожалуйста. Обойдусь без вашего колледжа. Если как такое терпишь? Я же люблю его. Бьет, значит... Значит, любит бить. Ты должна снять побои и написать на него заявление. Нет. Я привычное. Меня отчим с детства избивал. И что у нее с Романом было дальше? Ну, его отчислили, выселили из общежития. А через полгода я как-то поехала на встречу с подругами. В клуб «Ночная роза». Заведение, знаете, совсем не дешевое. Вау! Эльвира Михайловна? Роман? Как видите, я не пропал. Что, может, вместе в клубешники замыть его? Вот вы мне скажите, откуда у 19-летнего парня такая машина? Ну, ясно, что с криминалом связался. Ну, откуда у него машина, мы это выясним. И обязательно вам, Эльвира, расскажем. Спасибо. Шишков Роман Петрович. 19 лет. Приехал из Гатчины. Значит, проживал в общежитии вместе с Олесей. Старый телефон его не обслуживается. То есть, где сейчас Роман живет, неизвестно. Да. Может, Гатчин вернулся? Ну, я позвонил его родителям. Они ничего о нем не знают и знать не хотят. Видимо, отношения в семье не очень. Так что получается? Никаких зацепок, Володя? Нет. Кое-что есть, Андрей Борисович. Я отсмотрел видео с камеры наблюдения у входа в клуб «Ночная роза». За последнюю неделю. Смотрите. Так, и кто это с ним? На видео вместе с Романом попал арт-директор этого клуба, Иван Колесников. Значит, ему 40 лет, он разведен. И самое главное, пять лет назад он проходил по делу о распространении наркотиков. Но вышел сухим из воды. А в богемной тусовке у него кличка «Колесо». Ну, и какая связь у Романа с этим «Колесом»? Ростанный, Андрей Борисович. А Роман является его троюродным племянником. Дядя Вань. Чего? Честно говоря, я как-то шугаюсь ехать. Ром, успокойся. Я уже обратился к серьезным людям. Все будет ровненько. Зруб! Ну что, допрыгал? Живой? Живой. Зараза. Ну что, гражданин Шишков, рассказывайте, какие дела у вас были с вашим троюродным дядей? Ныне покойным. Я, честно говоря, даже не думал, что он поможет. Так от отчаяния к ним обратился. Ба Рома! Как дела, бедный родственник? Здравствуйте, дядя Вань. Здорово. Дела так все, если честно. Что такое? Проблемы у меня. Кто бы сомневался. Ладно. Подумаем, как решить твои проблемы. И дядя Ваня помог. Привлек вас к торговле наркотиками. Да, ну нет. Ну да, ну, но он мне квартиру снял. Машину подарил. Ну и вообще... Ну вообще так, аморально поддержал, так сказать, да? Закладками занимались? Да не, не. Что нет-то, если да? Да нет, мы только с элитной календурой работали. В смысле? Адресно. Дядя Ваня через Даркнет заказы получал, Яков-то возил. А это прям вас оправдывает? Как вы пересеклись с Семеном Зубовым по кличке Зуб, который три года уже числится в федеральном розыске? Ну как? Да у меня на улице подкараулил. Слышь, ты шестерка, колесу передай. Зуб сказал, центр наша территория. Понял? Еще раз вас там увижу, порешу обоих. Понял? Понял? Понял, понял. Я дядь Ваня передал, но он-то всерьез не воспринял. Сказал, что группировка Зуба вымерет скоро, как мамонты. Что типа они до сих пор по понятиям 90-х живут. Ясно. Ну а теперь расскажите о ваших отношениях с Олесей Николаевой. С Олесей? С Олесей, глухой что ли? Да отношения кончились давно. У меня некрасиво с ней расстался, но и она в долгу не осталась. Олесь! Ты что здесь делаешь? Привет, любимый! Погоди, так это когда было? Недели две назад. И больше вы с ней не виделись? Да охота была с такой видеться. Да смотрите, я проверил смартфон Романа. Он при доставке заказа всегда делал подтверждающие фотографии с датой и с временем. Так, то есть ты хочешь сказать, что у Романа алиби? Да. Согласно этим фото, в момент убийства Олеси Роман доставлял заказ в другой части города. А что, фото поделать нельзя? Да послушай, и Беринг его телефона это тоже подтверждает. Погодите, а только меня одного смущает, что Олесе была беззащитная овечка, а превратилась в бойцовского волка. Да, ты прав, Тимур. Тут есть над чем подумать. Так. Ну, пап, привет. Здравствуйте, Андрей Борисович. Здравствуйте. И что это вы здесь ночью делаете? Почему домой не идете? Хватит нам уже и так одной пропавшей. Пап, ну не ворчи. Тем более мы уже не маленькие. А еще мы съездили в колледж к Тане и узнали очень важную информацию. Блин, ты чего так долго-то? Я же хотел в розыск объявлять. Прости, пожалуйста. Зато я узнала, о чем там ребята шепчутся. И о чем же? Якобы существует какой-то тайный клуб для девушек. Они его называют бойцовский клубок. Что-то какое-то бредовое название, нет? Я говорю, что слышала. Они там устраивают бои без правил для девушек. Очень шифруются, общаются в основном через Дарк Тат. Мне кажется, что Лера и Таня как раз туда и угодили. У них даже своя тюрьма есть для провинившейся. И из чего следует, что Лера и Таня именно туда попали? А из того, что Лера в последнее время в колледже стала появляться с синяками и ссадинами. Ну да, информация действительно ценная. Но только я вас очень прошу, даже настоятельно требую, больше без согласования со мной ничего не предпринимать. Как оказалось, дело очень серьезное и опасное. Исчезают дочь Голованова Таня и ее подруга по экономическому колледжу Лера Мельникова. На месте исчезновения находят труп студентки колледжа мобильной связи Олеси Николаевой. Задерживают бывшего парня Олеси Романа Шишкова, но у него стопроцентное алиби. Дочь Голованова Наташа выясняет, что Таню и Леру могли похитить члены тайного клуба для девушек, который в подростковой среде называют «бойцовский клубок». Лера, мой папа нас обязательно найдет и спасет. А мой наверняка рад, что я исчезла. Сидим тихо! Не встаем! По какому праву вы нас здесь держите? По праву сильного. Будете хорошо себя вести, скоро будете дома. Мы вообще-то есть хотим. Считайте, что врагу отдали ужин. Утром жрать будете. Как думаешь, Олесия умерла из-за меня? Просто ей по щечину дала. От такого не умирают. А вдруг у меня сверхспособность, сверхглупость у тебя. Надо же было в такое вляпываться. Извини, я еще и тебя во все это тянула. Ну вот, посмотри. Да, но это я уже видел, да. Ну что, есть что-то новенькое? Андрей Борисович, ну, слухи о «бойцовском клубке» подтверждаются вроде бы. А для чего вообще создан этот клуб? Для того, чтобы защитить девушек, пострадавших от абьюза и несправедливости. Так, ну и что? Чем они там занимаются-то? Ну, в основном изучают различные приемы самообороны. Ну, короче, драться они там учатся. Но общаются же они и в Даркнете, Володя? Не похоже, Андрей Борисович. По крайней мере, в Даркнете я ничего такого не нашел. Либо используется из опов язык. Ох ты, это как? Да как угодно, Антон. Драка может называться вечеринкой, тайная встреча, девичникам. Тут ключ нужен. И где же нам найти-то этот ключ? Андрей Борисович, у меня есть знакомый социальный психолог Олег Александров. Он большой эксперт в области как раз неформального подросткового движения. Я очень надеюсь, что он нам сможет помочь. Голова болит. И есть хочется. Ну, где их обещанная еда? Тише. Ты слышишь что-нибудь? Нет. Нет, и я нет. Мертвая тишина. Про нас как будто все забыли. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Павел, а Дима? Да, верно. А что это вот здесь? Такое место странное для психологов, а? Да ничего странного. Я как раз сейчас занимаюсь делом бойцовского клубка. Вот, взгляните. Сейчас взгляну. То есть, это здесь снимали? Да. Обалдеть. Зелевище, конечно, малоэстетичное, мягко сказанное. Да уж, это точно. Вот здесь вот, участницы бойцовского клубка и устраивали бои без правил. Так а смысл? Зачем? Ну как, показать себя, но и денег срубить. Там же ставки ставили. А все вырученные деньги шли в фонд клуба. А видео откуда? Прислали анонимно. Возможно, это кто-то из моих бывших пациенток, а может и сама Яна. Олег, в нашей профессии социального психолога нет никакого смысла. Словами, говорю, не поможешь. И что ты предлагаешь? Я хочу организовать тайный клуб для пострадавших девушек и оказывать им реальную помощь, а не вот это бла-бла-бла. Яна, ты какую-то опасную дичь несешь. Чисто плюй. Трогай меня. Сейчас забудь обо мне. Яна Боробьева. Моя бывшая коллега. У нас с ней были отношения, но после ссоры она меня везде забанила. Дальше до меня зашли слухи о бойцовском клубке. Я решил разобраться, найти Яну. Оказывается, Яна продала квартиру в центре и съехала. Но никто не знает, куда. Вообще никто. У нее была подруга, Ника Акимова. Так. Профессиональная спортсменка, занималась джиу-джитсу. Так вот, у нее та же история. Тоже продала квартиру и уехала. Их старые телефоны не работают. Поверьте, я не был уверен, причастна ли Яна к созданию бойцовского клубка. И поэтому сначала я хотел сам разобраться. А потом уже идти в органы. Андрей Борисович, вот что я выяснил. Значит, примерно год назад Яна и Ника удалили свои аккаунты в соцсетях и, скажем так, ушли в тень. Но четыре месяца назад они совместно взяли загородный дом в кредит. И, соответственно, предъявили свои документы и указали актуальные номера телефонов. Ты думаешь, они причастны к убийству Олеси и похищению девчонок? Я уверен, что причастны, потому что в вечер гибели Олеси их телефоны одновременно выключились в трехстах метрах от заброшенного здания. А через пятнадцать минут после этого выключились телефоны Олеси, Леры и Татьяны. Да, не хотели светиться на месте преступления. Так, ты погоди. А сейчас-то, где их телефоны? Сейчас их телефоны дают сигнал по адресу этого загородного дома. И че ж ты молчал? Так, спокойно, Тимур, Антон, со мной. Паша к нам присоединится. Так, а тут самое, поддержка-то будет? Будет. Закрыто? Ага. Ага. Давай, пошли. Не уход. Там. Ага. Антон, Тимур, осмотрите дом. Борисович. Ух ты. Матушки-сатушки. И опять, по ходу, костя там. Тот же почерк. Тот же почерк. Тьфу ты. Не иску никого. В подвале тоже. В подвале тоже. Все холодное. Вы в сарае смотрели? Нет. Тот. Бегу. Где же Тань-то? Черт его знает. Тань. Хватит стучать. Нас здесь все равно никто не услышит. Это сигнал СОС. Я слышал наверху какие-то звуки, это наверняка папа приехал. Он должен нас услышать. Аптимистка! Мы здесь умрем. Сначала от голода, потом от жажбы. Ты слышал? Слышал. Это сигнал СОС. Это Таня, я ее учил. Подожди, а сверху или снизу? Снизу. Так ребята сказали, что там никого нет. Нет, это точно снизу. Подожди, мы когда в дом бегали, сбоку была дверь в котельную. В котельную. Оставайся здесь. Оставайся. Борис! 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 Я знала, что я скачаюсь! Борис! Похищены дочь Голованова Таня и ее подруга по экономическому колледжу Лера Мельникова. На месте похищения находят труп студентки колледжа мобильной связи Олеси Николаевой. Оперативникам становится известно о существовании тайного клуба для девушек, который в подростковой среде называют «бойцовский клубок». Предполагаемых создательниц клуба Яну Воробьеву и Нику Акимову находят убитыми. Голованов и оперативники освобождают Таню и Леру. Это хорошо, Танюша, что ты нам сигналы подавала. А то мы не знали, из какого подвала вас вынимать. Так ты же сам меня всему научил, пап. Скажите, а почему Олеся умерла? Я дала ей пощечину? Да нет, конечно, не за пощечину. Вы ешьте, ешьте. Кто-то незадолго до этого ударил вашу подругу кассетом по затылку. Какой ужас. Кто мог это сделать? Выясним. Обязательно выясним. Очевидно, тот же, кто и убил Яну и Нику. Девчонки, а что от вас-то хотели? Яна и Ника. Блин, зачем мы вообще их сюда притащили? Нико, не тупи. Мы их отпустим, но на наших условиях. Они теперь наши курочки, несущие золотые елочки. Помоги пристроить. Все хорошо, дочка. Все позади. Спасибо вам. Да, следить за ними нужно. Танечка, давай, теперь поедим. Нет, спасибо, Муль. Я у папы на работе пирожков наела. Ага. Я пойду посплю. Конечно. Андрюш, ну а ты чего такой смырной? Ну ты чего, пап? Правда, Танька же у нас герой. Это точно. Не каждый парень выдержит. Да. Устал я. Просто. Потом я все об этой истории думаю. Дело-то до конца не раскрыто. Значит так. Как бы это попроще-то сказать. Из всего этого следует, что в ранах Яны, Ники и Олеси микрочастицы металла совпадают. Идентично. Значит, все они убиты одним и тем же орудием. Ну, в общем, как ты и говорил. Ну да. По словам Яны, они собирались с Ники и требовать выкуп за девчонок. Угу. Ну, по этому поводу ни со мной, ни с женой на связь никто не выходил. Так, может, с отцом Леры кто-то вышел? Да, тем более, что он мужик-то не бедный. Угу. Володя, а вот это надо проверить. Да, как раз по поводу отца Леры. Только что пришли данные из дорожных камер. Он, оказывается, в вечер убийства Олеси был буквально в километре от заброшенного здания. Более того, с ним тут еще какая-то девушка. А, вот теперь понятно, почему у сигналового телефона тогда исчез. Он его выключил. Ну, так я не знаю. Девушку эту. А ну-ка. Ну, точно. Маша Малышева. Она же малышка. Ага. Навинка подросток, а на самом деле еле 35. Пересекались мы с ней пару раз. Пересекались. Ну, то, что ты с ней пересекался, это не мудрено. Ну, Борисович, по телу. То есть, по телу, по телу пересекался. По телу. То есть, она позиционирует себя, как частный детектив, но работает незаконно, без лицензии. Ну, что ж. Как говорится, Пашке в руки и шашке. Давай, вытряси из нее все. Все, что она знает. Прям вытрясти? Вытряси. Привет. Привет. Маша плюс Паша любовь навеки, да? Не совсем так-то. Не совсем. В смысле? А зачем ты меня тогда позвал? Да еще и вместо такое гламурное. Знал, что клюнешь. Машка, с Георгием Мельниковым ты вляпалась по полной. И о трех убийствах. Сычешь? А что за шесть? Вам не надо? Маша, рассказывай все. Вот, Олеся приближается. Что дальше? Где-то здесь у вашей дочери должна быть с ней драка. Это все, что мне удалось узнать. Хорошо. Это достаточно. Георгий сделал заказ узнать, где пропадает его дочь Лера, с кем тусит. И ты влезла в этот бойцовский клубок, так? Ты в теме? Угу. Да. Я у них легко прокатила за 18-летнюю. А ты не ценишь. Маш, было и было. Чего вспоминать-то? Лера. Угу? Я ненадолго отъеду с господами. Это чистая формальность. Да, только бумажкой подписать. Хорошо. Пап! Я буду тебя ждать. До свидания. До свидания. Я так понимаю, Маша вам все рассказала? Правильно понимаете, гражданин Мельников. Рассказывайте, как убили Олесю. Сначала я хотел просто поговорить. Олеся! А ты кто? Я отец Леры. И что? Держись от него подальше. А то что? А то я тебя убью, тварь. Ага! Сейчас! Сейчас! Что? Что это такое? Двое! 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 О гостях всегда с собой таскали для поговорить? Всегда. Мой талисман из 90-х. Не раз в жизни спасал. Давайте рассказывайте, что было дальше. Потом мне начали приходить сообщения с требованием выкупа. Каждый раз новых адресов. Требовали, чтобы я сфотографировал собранные деньги и им отправил. В общем, я выполнил их условия и мне назначили встречу. Где моя дочь? А где деньги? Деньги в кейсе. Ну, пойдемте. Ваши деньги пойдут на добрые дела. Ну, где же вы? Иду. Я был абсолютно уверен, что моя дочь там, в подполе. Но я там никого не нашел. И только тогда начал понимать, что натворил. Ну, вы нашли их. Наших девочек. Вы настоящий отец. А вы? Ваша дочь недавно без матери осталась. А теперь без вас останется. И, как я понимаю, надолго. Я просто хотел спасти свою дочь. Разве бы вы не делали то же самое? То же, да не то же. Добро, может, и должно быть с кулаками. Ну, не должно быть с кастетом, мельником. О, все девушки. Все спят. А я бы хотел с тобой поговорить. Пап, я просто пыталась поступить правильно. Ну, да. Помочь подруге. И не предать ее при этом. Да. С этим даже взрослые люди с большим жизненным опытом иногда-то они уж не могут разобраться. Вот, отец Леры. Он же думал, что все делает правильно. Ужас какой. Что теперь с Лерой будет? Да. А ты вот возьми и поддержи ее. Конечно. И помни главное. Помню. Ты всегда со мной. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok